Все увидели зарплаты министров, увидели, что у вас из всех министров самая большая зарплата на 1 миллион 700 с чем-то тысяч. Средняя зарплата у нас... Ну не 11 тысяч, естественно, она выше. Около 36 тысяч, насколько я понимаю. А сколько должен получать министр, скажите, пожалуйста? Вот на ваш взгляд. Давайте я скажу, вы живете в Москве, ну 100 тысяч, может, получать, да. Вы знаете... Силуанов придумал новые налоги для малообеспеченных семей. Продажи поддержанных вещей с рук, в том числе через офлайн-магазины, авито и соцсети, должны облагаться налогом на доходы физических лиц в размере 13%, сообщили в Министерстве финансов. Видимо, это и есть долгожданный путинский прорыв. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Слава России! А тем временем спикер Госдумы РФ Володин заявил, что НАТО устроило провокацию с Навальным, не стерпев укрепления экономики России. Поэтому давайте комитету поручим разбирать вместе с фракциями. В то время как врачи из берлинской клиники Шерите продолжают бороться за жизнь Алексея Навального, отравленного, по данным экспертов Бундесвера, ядом из семейства новичок, высшее руководство России открывает затертую до дыр методичку, чтобы предложить населению свою версию инцидента, который сулит новым раундом санкций и международной изоляции. Происходящее вокруг Навального все больше доказывает, что это спланированная акция, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие России. Евросоюзу, государствам НАТО, очевидно, не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы, заявил спикер Госдумы миллиардер Володин. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. По данным Росстата, напомним, с 2008 по 2019 год российский ВВП вырос на 8,8%. Со средним темпом роста в 0,88% в год Россия втрое отстала от мировой экономики, прибавившей 31,2% и побила рекорды застоя экономики СССР. Она, согласно расчетам высшей школы экономики, даже в самый тяжелый терминальный период своего существования, с 79 по 90-е годы, показывала 1,5% роста подушевого ВВП ежегодно. Западные страны, по словам Володина, не хотят, чтобы наша страна была сильной и недовольны тем, что Россия имеет свою позицию и готова ее отстаивать. Володин добавил, что российское руководство в случае ухудшения состояния здоровья оппозиционера Навального в немецкой клинике не сможет исключать, что эта ситуация является провокацией, организованной на территории Германии. Володин поддержал самозванного президента Беларуси Лукашенко, который сообщил, что белорусским спецслужбам удалось перехватить разговор между Берлином и Варшавой, из которого следует, что утверждения германских властей об отравлении Навального веществом типа «Новичок» основаны на фальсификации. И главная, одна тоже цитата, я вам могу ее озвучить сегодня. Одна цитата. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России. То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть факты. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Ну и напоследок для справки. Доля России в мировой экономике. 2009 год. 3,95%. 2019-й. 3,12%. Вывод. Володин. Дегенерат. Как и вся госдура России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова